Истратив половину денег, я заметил, что осталось двое меньше рублей, чем первоначально было копеек, и столько же копеек, сколько было первоначально рублей. Сколько денег я истратил. Истратив половину денег, я заметил, что осталось двое меньше рублей, чем было первоначально копеек, и столько же денег, сколько было первоначально рублей. Сколько денег я истратил. Может быть копеек больше ста? Там сколько есть. Количество копеек будет меньше ста. Этот человек не ходит в карман мелочи, а ведь сейчас копеек не действует. Знаете, истратив половину денег, я заметил, что осталось вдвое меньше рублей, чем было первоначально копеек, и столько же копеек, сколько было первоначально рублей. Подразумевается, что первоначально было копеек меньше ста. Сколько денег я истратил. Когда я шел на это занятие, этот замечательный папа показал мне в коридоре, что в этом объявлении о лекции в университете приедет там какой-то замечательный, действительно замечательный, известный, хороший, прочитает лекцию. Обратите внимание на следующее. Во-первых, разумеется, хорошие люди политики слушаются, и, разумеется, я сейчас совершенно не собираюсь сукать, действительно, бывают великие люди, интересные послушатели и так далее. Но, обратите, пожалуйста, внимание, что цель малого медмата, и так было все годы, начиная с теста, то есть вот такой возник, цель не в том, чтобы привить вам любовь к науке, объяснить, что ученые много сделали, и так далее. У нас цель не пропагандистская, а чем? Цель научить вас какие-то конкретные вещам. Вы получите нормалого медмата столько, сколько вы сами сможете забрать. То есть надо не просто сидеть на занятиях, надо решать задачи, надо дома обязательно смотреть книжки упомянутые на занятиях, ну, и не только упомянутые, вообще, да, вообще книжки упомянутые читают, и так далее, и так далее, и так далее. Очень важно. Там вот написано, эти самые видеозаписи прошлых лет, это не для того, чтобы вы посмотрели, там, как-то музей, ах, вот были люди когда-то, да, там, мамонты были, не знаю, там, да, крокодилы, полки, ничего подобного. На самом деле, абсолютно, это не мамонты, и крокодилы. Занятия прошлых лет абсолютно можно использовать. Значит, рублей может быть больше ста, а тоже будет меньше. Значит, возьмем, например, восемьдесят. Я понял вашу идею. То есть, ребята, конечно, если верите, что вы считаете как компьютер, то вы можете просто проверить все варианты, потому что если рублей меньше, чем сто, то вариантов, да, сколько там, девять вариантов, да, вот. Вот, хорошо, даже если норм рублей тогда будет сто вариантов, но не больше ста вариантов. Вот, для копеек то же самое, не больше ста вариантов. Десять тысяч вариантов разобрать, да, даже в лучшую можно. А на компьютере так вообще мгновенно. Это, конечно, замечательно. Рубли в два раза меньше копеек. Да, это так. Это, получается, что-нибудь. Нет, 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 я не хочу, чтобы вы решали подбор. Садитесь, не надо подбор. Это задача на составление управлений. Что я могу сказать? Это, даже как, на которую довольно часто реклама ловит малообразованных людей. Вот, представьте себе, один товар стоит 4 рубля, это 3 копеек. Представляете? 4 рубля и 3 копеек. А другой товар стоит рубль 94 копеек. Какой товар дороже? Вы, кстати, понимаете, что 4 рубля это больше, чем рубль с любыми копейками, да? Причем больше в два раза, правильно? Потому что, даже если у вас будет рубль 90, даже если будет 2 рубля, это все равно меньше, чем половина 4 рублей в слижном. Так вот, невозможно складывать рубли с копейками, не сделав какое-то очень важное преобразование. Умножение на 100. Конечно. Надо все перевести в копейки. Будьте добры, это сделайте. А сейчас смотрите, это как бы 100-ричная система шестинения. Я понимаю, да. На самом деле. Да, конечно. Все, да. По сути, она пыталась писать правильно, но она забыла о разнице между рублем и копеек. Она забыла, что рубль, это не просто такая странная копейка, а это 100 копеек. Вначале было Y рублей, X копеек. Стало, X пополам рублей, Y копеек. Но при этом было денег в 2 раза больше, чем стало. Потому что мы потратили половину денег. Вопрос. Как это записать в сравнении? Y рублей, это на самом деле 100 Y копеек. Нет ничего, не надо дальше. Значит, надо понять, что кроме рублей были еще и копейки. Y плюс, молодец, X, отлично. 2? Да. Да. Единственное, не надо бояться делать проверку. Вот эту несчастную точку, сейчас вы ничего не меняете, но вы должны были скидки метров проверить. Понятно? Тогда бы она не сливалась стойкой. Итак, 2 умножить на? Хотя, кстати, иногда, когда скобка, то ничего не пишут. Потому что считаете, что если ничего не написано, а хочется что-то туда написать, то это знак умножения. Да. Да, молодец. Да. Отлично. Ответите, пожалуйста. Все посмотрите, поймите, что здесь что. Вот это вот 2 умножить из-за того, что количество денег уменьшилось в 2 раза. То есть, если его умножить на 2, то мы вернемся к первоначальной ситуации. 100Y – это переводим рубли в копейки. X пополам умножить на 100 – это мы X пополам рублей переводим в копейки. Отлично. Пожалуйста, раскрывайте скобки. 100Y плюс X плюс X равно. Значит, 2 умножить на X пополам нужно на 100, это получится просто X на 6. Просто 100X. Принято писать коэффициент первого неизвестного. 100X. Да. И дальше. А, плюс 2X. Отлично. Плюс 2Y. Очень хорошо. Дальше. Теперь надо все Y собрать налево, а все X собрать направо. Есть такое правило. Если одну и ту же величину отнимаем от обеих частей, то ничего не происходит. Значит, неправда. Что 2Y? Мы отнимаем 2Y от обеих частей. Войди в тряпку. Сотрите обратное 102 и напишите, какое число там должно быть на самом деле. Какое? 98. 98Y равняется. Так, и то же самое. Из обеих частей мы читаем X. 99. А теперь вы помните, что по условию задачи, X меньше 100. Вопрос. Какое меньшее 100 число надо умножить на 99, чтобы получилось число, делящееся на 98? Из-за разложения до простых удовлетеля, X равно 98, а Y... Да даже не надо простить множители. Вот смотрите, какая идея. На 98, 98 X делится. И остается еще один X. Вот этот X должен делиться на 98. Какое число меньшее 100, при этом делится на 98? 98. 98, конечно. Пишите, пожалуйста. X равно 98. X это 98. Так. А когда вы вместо X подставите 98, умножите на 99 и разделите на 98. Что получится? 99 умножаем на 98 и делим на 98, получаем ответ на 99. Спасибо. У нас в начале было 99 рублей. Вот так. 99 рублей и 98 копеек. То есть на самом деле у нас было 100 рублей без 2 копеек. Потратив половину денег, у нас, естественно, осталось 50 рублей без 1 копейки. 50 рублей без 1 копейки это то же самое, что 49 рублей и 99 копеек.